А ну-ка, фу. Я драма. Вообще изначально. То есть я драма и клоун. Вы не знаете, как меня били. Это просто неловко говорить, потому что мама обидится. Если я опаздывал на четыре минуты, мне не открывали дверь. Я должен был спать в подъезде. Наказанно. Ты все это ощущаешь, у тебя все время... Я плакал и говорил себе, что да, сейчас меня никто не любит, но потом будет лучше. Там уже сразу с моим эго, с моим львиным характером я мог бы топтать людей. Вот и все. Друзья, всем привет. Я лесовец Владислав Васильевич и нахожусь здесь для проекта «Вместе». Дело в том, что мое появление в семье, оно было незапланированным, скажем так. На момент моего появления в семье были тяжелейшие проблемы. Серьезные, очень серьезные. И маму отговаривали все. Говорили, что этот ребенок тебе не нужен, потому что семья разваливается. С одним ребенком ты еще как-то справишься. Если у тебя будет второй сын, то одна в коммунальной квартире с двумя детьми, комната 15-16 квадратных метров. Это будет тяжело. Но у меня мама очень принципиальный человек. Она почему-то придумала себе, что чем больше ей говорят «нет», она должна родить. И, соответственно, мое появление было таким... Вплоть до того, что даже во время беременности, то есть там иногда мама даже голодала. Вот уже последние месяцы, потому что на тот момент там уже произошел серьезный скандал. Все уехали, и она осталась одна, беременная. И, в общем-то, по-моему, даже соседи вызывали скорую помощь, когда у нее начались схватки. Ну вот такая вот история. Поэтому она изначально в мое появление такое немножко... Мне кажется, не здесь хотели, чтобы я появился, а там хотели, чтобы я появился. Мы очень разные. Мы только сейчас начали дружить, потому что я не он. Я стал его принимать, потому что у меня тяжелый характер. И мы сейчас стали общаться. А по детству три с половиной года — это очень большая разница. То есть у него дискотеки, меня не пускают. У него какие-то тусовки. Я только могу на это смотреть. И он еще очень был требовательным, потому что он первый как раз-таки. И, мне кажется, родители все ему отдавали. И таким образом он стал немножко... Ну, то есть, скажем так, он привык к тому, что ему все время все дают. А я был как бы все время в уголочке тихо сидел, ничего не просил. Поэтому у нас все время были... И он очень шумный, а я был очень замкнутый такой. Я жил сам собой. Я редко выходил во двор. Он очень общительный, у него много друзей. А я только общался, когда уезжал к бабушке. Там как-то больше люди были мне по духу. И потому что в футбол я не играл, мне больше нравились прятки, догонялки, обливалки. У меня были немножко другие игры. И у нас с ним, конечно, был дисконнект. Ну, это было практически... Но, если меня нужно было защитить, то брат, конечно, мог вломить. Это уже было в более взрослом возрасте, когда я начал стричься странно, носить серьги и носить в Баку какие-то вещи. Вот такие очень экстравагантные. И, конечно, мне пытались... И не один. Постоянно я бы находился под угрозой, потому что в Азербайджане, все-таки на Кавказе, ну, такие вещи не приветствуются. И когда ситуации доходили уже до каких-то очень критических, когда с соседнего двора меня начинали оскорблять, и все, мне приходилось говорить брату. И брат тогда собирал всю эту команду с этого двора. И, в общем, двор на двор были. Но это было крайне редко. Но, во всяком случае, он мне сказал, что если тебя будут обижать, ты мне говори, я как бы всегда готов. Но я всегда убегал сам. Я хорошо бегал. Жизнь научила выпрыгивать вовремя и бежать. Мы с мамой и друзья были в детстве. Мы вместе путешествовали. Мама... Я на самом деле, на самом деле, я ее отражение. Я сейчас это понимаю, вот уже как бы много лет и мне, и ей. А по детству она, видимо, чувствовала это. Потому что мы с ней говорим на одном языке. Мы очень оба чувствуем музыку. Она очень любила одеваться. И она... И она любила со мной разговаривать. Даже она-то не разговорчивая у меня. Она любила меня раскручивать на разговор. Соответственно, я очень много времени проводил с ней. Потом я всегда понимал, что она, в общем-то, женщина не в паре. У меня всегда мозг был очень здравый. И я, знаете, пытался ее отвлекать. Все время завлекать, что-то придумывать, чтобы ей не было грустно. Потому что я чувствовал, что ей очень грустно одной. Потому что отец в какой-то момент от нас ушел, когда мне было, по-моему, 6 лет. 6 или 7. И мы остались... Все-таки они разошлись через какое-то время. Вот. И я все время пытался ее развлекать. Я все время пытался ее... Брат занимался своей жизнью, а мне было как-то грустно за нее. Потому что я видел, что красивая женщина. Я понимал, что она очень хорошая, очень трепетная, трогательная. Но одна. И, в общем, мы с ней были друзьями. Ну, и она тоже так... Ну, нам все время было о чем поговорить. Мы все время пели. У нас очень похож вкус в музыке, в одежде. В общем, а сейчас я понимаю, что моя интуиция очень сильная. Это прям точно у меня мама. Просто она не озвучивает, она чувствует, но не говорит, если только ее спросить. А я еще и болтливый. Я могу сказать о том, что я чувствую, даже если меня никто не спрашивал. Вот. И, соответственно, я имею больше, ну, скажем так, поле моей деятельности. И оно как бы более широкое, потому что люди чувствуют, что я попадаю. Я там чувствую. И, в общем, мне кажется, это и сделало меня известным. Помимо умения стричь и красиво одевать людей. Мне кажется, в каждой семье есть ребенок, на котором отыгрываются. Это классика жанра советских семей. Российских не буду говорить, потому что в Москве, слава богу, как-то и в больших городах стали по-другому воспитывать детей. И, слава богу, их реже не бьют и редко ругают и разговаривают с ними хорошо. В советских семьях было принято, чтобы ребенок не был выскочкой, чтобы он не лез впереди всех, потому что все равны. А я никогда не был, как все. И так как ей было очень тяжело психологически быть одной, она, конечно, прикладывала меня очень сильно. Иногда даже так, что бабушка при виде меня после двойки в школе говорила маме, что ты очень жестокая. Но я понимаю, что у нее не было выбора, и ей нужно было выплеснуть из себя вот это вот все недовольство жизнью. Я для этого, видимо, родился, поэтому я это спокойно принимал. Мне, конечно, было обидно, но я потом ей все это высказал, и после чего мы и стали друзьями, когда она поняла, что я понимаю, почему меня бьют, почему мне нельзя приходить в 5 минут 11-го, ровно в 10. То есть у меня был такой, я жил как в гестапо, у меня был четкий режим. Она понимала, что я человек очень сложный, и как-то она молодец. Она считала, что со мной нельзя, меня нельзя отпустить, потому что я жуткий был хулиган. Я стоял на учете в милиции, меня ловили на крышах домов. Я взламывал замки, мне очень нравилось лазить по крышам. Я был такой вот ужасный хулиган. Поэтому если бы не ее жесткий контроль по времени и так далее и тому подобное, то я боюсь, что я мог бы так, конечно, свернуть без пути куда-нибудь. Потому что вокруг было очень много людей, которые, ну, в общем-то, сами понимаете, в 16-14 лет занимались всякими не суперхорошими делами. Поэтому, ну, меня как-то это миновало, потому что она так меня, она со мной разговаривала, она мне много объясняла, и я не всегда слушал, но я ее очень боялся. Поэтому, а мне железная рука, если она ударит, это было очень больно. Она меня подловила на том, что мне нравится классическая музыка, и это классическое искусство. И, видимо, я согласился, потому что, ну, я, во-первых, как я мог не согласиться, когда мне было 6 лет? Что там соглашаться? Там что говорят, то и делаешь. Другое дело, что когда через какое-то время я понял, что это очень тяжело, и у меня не получается, и мое львиное проснулось, и я понял, что я последний в группе. Ну, не последний, но где-то там плетусь. В конце я, конечно, все это бросил, но это было ее желание. Просто я очень рано начал танцевать. Она заметила, она мне потом объяснила, она сказала, что ты начал сперва танцевать, потом ходить и потом говорить. Ты все время танцевал, ты слышал музыку и сразу начинал танцевать. И она говорит, я поражался, мы все шли где-то, играла музыка из окна, ты начинал весь трясти. Она говорит, я подумала, танцы, конечно, ребенок родился очень, ну, для танцев. Она говорит, откуда же я знала, что тем более балет такое красивое, ну, как бы, искусство. И, ну, я ей все равно благодарен, потому что меня это, конечно, любители лазить по деревьям, по заборам и по чердакам. Балет, конечно, так немножко все-таки окультурил, скажем. Мне нравился балет, но мне не нравилось этим заниматься. Мне нравилось это как, понимаете, это элитарно. В советское время, когда все равны, когда все колхозники и крестьяне, ты учишься в хореографическом училище. Где бы ты ни говорил, все сразу, ой, да вы что, какой мальчик прекрасный. Этот прекрасный мальчик просто лазил по пожарным лестницам, открытым на чердаке, тащил еще за собой друзей. То есть вот, то есть я полдня образно был интеллигентным и музицировал. На фортепиано у меня была пятерка. А потом мы лазили в соседний огород у бабушки воровать инжир и вишню. Ну, то есть вот такой контраст. И мне нравилось, что я полдня такой вот весь воспитанный, нежный, красивый мальчик в шортиках, в балетках. А через два часа я уже в босоножках, в потертых, порванные брюки. Ну, это так, это мне кажется, так круто. И я раскрывал в себе обе стороны. И мне это очень нравилось. Потом вот одна сторона взяла верх. Я ушел. Протест был всегда. Протест был всегда. Мама говорит, что у меня характер адский был с детства. Я протестовал с детства. Другое дело, что у меня и у мамы характер очень сложный. Она тоже огненная женщина. И, наверное, она говорит, у тебя всегда было на все свое мнение. Но протест такой яркий произошел. Балет я очень аккуратный, я очень правильно бросил. Я просто плохо сдал экзамен. И там не было вариантов остаться. Если ученик сдает экзамен на два, два с плюсом, там плюсы ставили, три, то тебя отчисляют. Я специально не тянул ноги. Я специально не тянул поясницу. Я сделал все, что... И я пришел домой, говорю, ну, меня выгнали, я не подхожу. Вы меня не видели после этого, потому что мама 7 лет отдала на то, что каждый вечер водила меня в подготовительное, потом в хореографическое училище. Видок у меня был потом две недели, потому что для нее это был удар. Мне кажется, это был самый сильный удар для моей мамы за всю мою юность. Потому что я прям плюнул в лицо ее трудам и ее ожиданиям. Я плохо сдал экзамен, меня отчислили. А вот когда протест настоящий, это было 14 или 15 лет, она поймала меня с сигаретой. И она потащила меня в дом отдыха в Подмосковье отдыхать, в дом отдыха железнодорожника. А я уже к тому времени уже был на Викторе Цое и на группе «Наутилус Помпилиус». Я уже на кассетах все это слушал. Я был дико крутым, модным и таким вообще альтернативным. И тут мама, дом отдыха, пенсионеры. Ну, такая скукотища. И я, ну, я, дабы ее не обижать, я согласился. Это, кстати, у нас же был последний совместный отдых. Но она меня поймала с сигаретами, и я ударил в купе по столу кулаком, вытащил сигареты и сказал, либо ты сейчас меня принимаешь, и я еду с тобой отдыхать. Либо я выйду из поезда, и ты поедешь одна к своим старухам. Она замолчала. Ну, она очень крутая у меня в этом плане. Она замолчала, сказала, ну, ладно, разберемся. И с этого момента мы стали друзьями. Я курил. Она ничего мне не говорила. Она мне все время говорила, что это очень вредно, ты поддаешься вот этой вот, ты хочешь казаться, что ты крут. Ну, она объясняла мне. Но и по приезду в Москву так совпало, что мы сидели в этом, господи, как же станция-то называется? Ну, неважно. Это, ну, советский санаторий железнодорожников. И она общалась с приятными бабулями из Узбекистана. Там были всякие разные бабуськи. Я ей нашел подружек. А сам я нашел местных ребят 16-17 лет. Девочки, мальчики, которые тоже слушали Цоя. Слушали Агузарову, слушали Нутсилус Помпилиус. И мы вечерами сидели в беседке, курили, слушали музыку, не пили. Не пили. Просто, ну, как бы такие, типа, альтернативные. Ходили на речку. Она, я всегда ей объяснял, что я рядом, что со мной ничего не произойдет. Мы прекрасно провели время. Так самое главное, что я узнал, что в Москве проходит концерт группы Научилус Помпилиус. И она купила мне билеты и себе. И поехала на этот концерт со мной. И вместе со мной плясала. Ну, мы, правда, совместили. Там было первое отделение. Пели все наши русские звезды. И закрывал концерт Валерий Леонтьев. А вторая часть, на тот момент Научилус Помпилиус были номер один. И они были во второй части. Она получила удовольствие. В первой части я тоже, потому что там была популярная музыка, которую крутили тогда по советскому телевидению. А вторая часть, вышли Научилус Помпилиус, и мама после концерта вышла, сказала, я поняла, это правда дико круто. И то есть она меня поддерживала. И мы, конечно, мы не могли не стать друзьями. Потому что когда мама тебе не говорит, что это плохо, что делают все мамы. Все плохо. Нет, моя тоже, конечно, любительница. Но я ее воспитываю. Но она вышла после концерта и сказала, да, это круто. И она принимала всегда все современное, как и я, в общем-то, принимаю. Качественное современное. То, что все-таки Научилус Помпилиус, это качественное, современное. Я даже думаю, что молодежь смотрит, но я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот. И вот на этом и строилась наша дружба. Она не конфликтовала со мной. И вот с этого момента такой конфликт не произошел. То есть я показал свой характер, она его приняла. Дальше я жил, как я хочу. Она чуть-чуть его корректировала, ее. А я чуть-чуть ее воспитывал и объяснял, что у меня есть жизнь. Я должен жить, как я хочу. Мне нравится вот так. И она как бы, ну ладно. Но она, кстати, ко всем так относилась. Она никогда не, в отличие от очень многих мам, она никогда, я никогда не слышал ничего плохого про своих друзей. Знаете, как мамы обычно? Это такая, это сякая, это пьяница. Это ты с плохой семьи. Тебе с этим не надо дружить. Родители все время считают своего ребенка лучше, чем весь мир. И они все время как будто его оберегают. И иногда перебарщивают вот в этой терминологии, вселяя в ребенка. Моя мама, я дома устраивал вечеринки прям при маме. И мы танцевали, и мама была с нами в соседней комнате. Это уже там, когда мне было уже чуть, я был чуть постарше. Она уходила к соседке, и мы в этой коммуналке, в этой комнате устраивали вечеринки. Все было под контролем. А потом она помогала убирать со стола. Тарелки, все. И вот эти вот пьяная молодежь, кто-то там целуется. Она делала вид, что она ничего этого не видит. То есть это, ну у меня родители такие, правда. Когда я с мамой разговаривал про их молодость, она говорит, мы так же жили. Как я могла тебя осуждать, если мы... Я точно так же кувыркалась, обожала вечеринки, обожала танцы. Советское воспитание – это немножко другое. Это все плохо, ничего не получится. Т-т-т-т-т-т. Ты, то есть очень редко, сейчас вот родители... Меня мама никогда не поддерживала. Она все время за все боялась. Зачем тебе это надо? У тебя не получится. На парикмахер. Говорю, мама, я пойду парикмахером. Ой, ну это же надо талант иметь. Я говорю, а почему ты считаешь, что у меня его нет? То есть она все время во мне сомневалась. Но, видимо, я всю жизнь ей доказывал. И у меня, в общем-то, неплохо получилось. Я каждый раз себе говорил, у меня завтра будет лучше. Я плакал и говорил себе, что да, сейчас меня никто не любит, но потом будет лучше. У тебя точно все получится. Я все время как будто себя... Вот я сам себя стимулировал. То есть потому что поддержки вокруг практически не у бабушка, конечно, которая очень меня чувствовала, мамина мама. Дедушка, который меня очень любил, потому что мы с ним были очень похожи. Он тоже такой был чуть-чуть... Ну, как бы сейчас я себя хвалю, но ничего, можно так и есть. Чуть-чуть как будто бы интеллигентный. Я все время понимал, что я дождусь этого времени. Это точно будет. И дальше природа, Господь, жизнь начинала мне прям чик людей, которые мне помогали, ситуации, которые меня учили. И это очень круто. Я думаю, что потому что тогда, когда я был маленьким, я не сдавался. Мне было очень тяжело, но я не сдавался. Когда я был маленьким, я не понимал, за что со мной так. Я не понимал, как можно так отыгрываться на ребенке. Но если бы я этот момент не пережил и жил с этой болью, я был бы обижен на нее. Но у нее, правда, не было выбора. Я сам иногда поступал в своей жизни очень некрасиво. И меня вынуждала ситуация. То есть я не мог контролировать свои эмоции. Я знаю, что она делала это не со зла. Она делала это от безысходки. И мне просто с возрастом пришлось это принять. Потому что я вообще... Меня били все. Меня брат-то тоже бил постоянно. То есть я был... Но у меня был... Я просто... Я себе всегда объяснял, что я, видимо, родился для того, чтобы эти люди немножко избавлялись. Не на улицу выносили и кричали на людей, как у нас делают очень многие. Выходят в магазин и орут друг на друга. А у меня мама так себя никогда не вела нигде. Она дома, отыгрывалась на мне. Потом она... Ну, было видно, что ей стыдно. И она травмированная. У меня маму 8 лет пристрелили в лесу, перепутав ее с зайчиком. Охотник. И из нее вытащили 68 дробей. И часть не вытащили. Поэтому она звенит в аэропорту. У нее надломанная психика. Она очень резко может начать либо плакать. Она очень трогательная и очень испуганная. Я это тоже понимал. Ведь я эту историю знал в детстве. То есть я всегда был очень рассудительным. Поэтому это, конечно, было жутко больно. Но если я бы это не принимал, я бы жил с этим комком внутри. А мы с ней говорили на эту тему. Я ей объяснил, что у меня нет обид. И я понимаю, что с таким ребенком... Вы просто не знаете, каким я был ребенком жутким. Вы не знаете, как меня били. Это просто неловко говорить, потому что мама обидится. То есть это очень... Но я хочу, чтобы все знали о том, что это не повод, это не знак, что у человека нет будущего. Поэтому у меня мама, она теряла контроль над собой. Особенно если я задержался где-то и пришел поздно. Я ночевал в подъезде очень много раз. Потому что если я опаздывал на 4 минуты, мне не открывали дверь. И я должен был спать в подъезде. Наказанно. То есть у меня были очень жесткие условия. Но. И, конечно, я ничего не мог сделать. Я был трусливым. Я стоял, плакал и говорил, сделай что-нибудь, чтобы я не жил. То есть я не... Я не рисковал это делать своими руками. Я говорю, если такой я плохой, меня все бьют. И меня все не любят. И никто меня не признает. И все надо мной смеются, потому что я выгляжу странно. Тогда зачем? Забери меня. Забери, я не хочу. Но это уже не происходило. Сейчас я понимаю. Тогда мне, конечно, было очень больно. Я рыдал прям. Мы еще в таких условиях жили. В такой бедности, прям жуткой. И... А я всегда был эстетом. И я понимаю, что я, конечно, это очень часто проговаривал. А я все время общался с Богом. Ну, назовем это так, чтобы людям было понятно. Я все время общался с какими-то всевышними силами. Я знал, что там наверху кто-то есть. Кто почему-то, несмотря на нежелание всей семьи, я появился. И я всегда понимал, что там кто-то есть. И он что-то со мной делает. Я всегда это понимал. И поэтому я обращался все время наверх. И я советую всем общаться с небом, с силами, которые вокруг нас. Потому что многие не понимают, что энергия, которая вокруг нас, она иногда гораздо сильнее, чем энергия, исходящая от людей. И, наверное, эта энергия самая сильная. Поэтому если с ней общаться и правильно ее направлять... Вот я общался, стоял, смотрел все время вверх и очень просил. Просил, чтобы меня не били. Просил, чтобы появились деньги. Просил не жить в этой бедноте. Просил другого брата. Другую маму. Я все время... Потому что я не хотел жить в школу другую, другую улицу. Потому что я понимал, что меня мир не признает. И мне было реально очень тяжело. Сейчас мне за это стыдно, что я просил другую маму и другого брата. Тогда я честно говорю, я это все озвучивал. Я не хотел эту маму, которая меня бьет. Я не хотел этого брата, который отыгрывается на мне и учится карате. И он учился карате, а дома на мне как бы тренировался. Отрабатывал приемы. Я не хотел эту бабушку от мать моего папы, которая с нами не общалась, не помогала нам, не кормила нас. А сама ела очень красиво. И в общем-то жила так очень красиво. И делала это специально, чтобы задавить нас. Что вот, нате, посмотрите, как я живу. Я не хотел ничего этого. И я все время просил туда. И вот что было важно, оставили. А то, что было неважно, правда поменяли и дали что-то другое. Я когда вернулся в Баку, у меня снимали, пятница снимали проект, как он называется сейчас? Бедняков берет звезду, и они приезжают в какой-то город, где он вырос. И вот меня повезли в Баку. Они договорились, и мы попали в квартиру. И до этого у меня не было возможности попасть в эту квартиру. Это было лет 8 назад. У меня не было возможности. Я 15 лет, как я уехал из Баку. И когда мы туда зашли, у меня просто, у меня произошел, посмотрите, какая-то травма. Во-первых, я понял, что я жил просто, ну, как бы, вот в такой вот квартирке. У меня сейчас веранда больше, а мне казалось она такой большой. И я зашел в эту ванну. Я зашел в эту ванну и попросился хозяев. Я сказал, сейчас у меня будет ритуал. Я хочу зайти в эту ванную, войти в этого Владика, который стоял здесь. Просто рыдал и просил, чтобы умереть от своей какой-то безысходки. И через сколько-то лет он приезжает сюда с видеокамерами. Теперешние хозяева квартиры накрыли стол, купили торт, варенье вишневое вытащили. Все соседи собрались смотреть на... Лесовец приехал, его снимают в Баку. Все вышли со двора, все смотрят. То есть вот этот вот. И я зашел, чтобы понять эти же ощущения, примерить на себя вот эти ощущения в темном. Они переделали все. И уже невозможно так было ощутить, потому что уже плитка на стенах светлая. Но я выключил свет, закрыл глаза и стоял вот в этом же ощущении, что вот посмотри, прошло столько лет, ты видишь, у тебя все получилось. Ты просто, ты все правильно делаешь. И ты все тогда правильно делал. И хорошо, что ты тогда ничего с собой не сделал. Вот. Поэтому у меня очень тяжелое, очень тяжелое было детство. Если ты не принимаешь свою жизнь такой, какая она есть, это уже наказание. Вот если ты живешь, вот тебе дает судьба, ну вот такую жизнь, такой город, такую страну, такую маму, такого папу, ну как бы это ты, это твоя жизнь. И сейчас это так. Когда ты подрастешь, когда ты сможешь что-то выбирать, ты будешь выбирать. Но и то, ты все равно будешь выбирать свое, а не чужое. Поэтому как можно не принимать? Это было дико крутое детство. Оно было тяжелым, оно было странным, оно было порой очень грустным. Но это, наверное, сделало меня трогательным. Это сделало меня еще более чувственным. Это сделало меня человеком, которому не безразлична боль других. Я очень чувствую людскую боль, и я бросаюсь обнимать и спасать людей. Это потому что я знаю, что это такое. Люди, которые не испытали, выросли в золотом ведре, они могут долго говорить о благотворительности. Они очень хотят быть там. Но они не знают, что это такое. Когда ребенку 9 лет, и он стоит, плачет в черном, закрытом, в холодном ванной комнате, потому что он никому не нужен. Этот человек будет помогать, но он никогда не сможет прочувствовать. Можно говорить, я люблю, но если ты не любишь по-настоящему, очень многие хотят испытать этого чувства, но они не могут его испытать. Мне это все дал Господь и моя жизнь. Знать, любить, понимать, что такое чувство, понимать, что такое боль. Это же круто. Я вырос человеком, которого можно тронуть, и у меня образно либо появится розовое пятно, либо черное, в зависимости от того, куда нажать. И я как хамелеон, я все время живу. Это так круто. Это только благодаря этому детству. Потому что тетя меня наряжала, одевала, и я лучше всех одевался всегда. И мама старалась, и я приходил в школу, и все говорили, какая у тебя куртка. Понимаете, вот эти вот плюсы и минусы. Потому что если бы только эти куртки с моим эго, с моим львиным характером, я мог бы топтать людей. А так я помню все это. И я это не могу забыть. Это сидит, этот бэкграунд, он сидит, и я это все помню. Я помню, как плакала мама от того, что она не знала, что ей делать. Как не было еды, как не на что было жить. Но при этом мы каждый год ездили в Прибалтику. И мама говорила, выбирай. Либо поесть, либо мы поедем и красиво будем отдыхать в Прибалтике 25 дней. И я говорю, не, лучше давай ты, да ладно, хлеб и варенье. Потому что мы поедем в Прибалтику, в купе, на поезде. И я буду смотреть, как живут люди, как пахнет кофе. Потому что в России этого не было, а там это было. И вот ради этих 20 дней она не то, потому что надо было просто ужиматься. То есть и я так теперь и живу. И я знаю, где можно подужать, где можно немножко поджать, чтобы потом получить именно то, чего ты хочешь. Мне кажется, это меня сделало и таким человеком. Его же не было в моей жизни вообще. Он вообще отсутствовал. Он появился в мои 21 год, когда я его вернул в семью. Я лично. Но все-таки это ее мужчина, единственный в ее жизни. Она его любила, правда. Он уж не знает ее, мне кажется, он ее тоже. Но я его вернул, потому что я уезжал из Москвы, она могла остаться одна, ей было бы дико скучно. А так появился Васька. Поэтому у меня к нему не было никогда никаких... Я не говорю это искренне. Я его очень уважал, потому что мы похожи. Похожи в умении танцевать, быть компанейскими, в умении быть хорошими друзьями. Но у меня никогда не было отца. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. И слава богу, что я не знаю, что это такое. Ну, потому что, опять-таки, вы понимаете, что не всегда чисто, аккуратно, правильно, отглажено и красиво накрыто, не всегда это хорошо. У меня, когда чего-то недостает, личность, личность... Очень многие не понимают, что... Тот или иной человек... Там, вот, я так хотела всегда найти своего отца, говорят там многие. Я не знаю, кто. Зачем? Зачем? Ты, как бы, ты такая трогательная и чистая, потому что у тебя его не было. Если бы тебе его дали, ты была бы другим человеком, каким мы не знаем. Поэтому его отсутствие сделало меня сильным. Я научился защищать мать людей вокруг, только потому что ее приходилось защищать. Потому что разные были ситуации, не самые симпатичные со стороны моего отца. Вот. И, ну, как бы... Ну, он был... Ну, потом мы стали дружить. К концу жизни, слава богу, я успел прям перед самым его уходом, я успел его принять. Мне кажется, это самый важный поступок, который я сделал в своей жизни. Принять своего отца. Потому что обида, понимаете, бросил мать. Ну, он платил алименты, конечно. Но он вообще нами не занимался. Он постоянно гноил мою мать и нас. Показывая нам, что вы... Недостойны хорошей жизни. Потому что он приводил к нам в семью свою вторую жену. Мы жили в коммуналке с его мамой. И он со своей второй женой приходили навещать свою маму. Он приходил навещать свою маму. Приводил женщину туда, где первая жена и двое маленьких детей. И она всегда была роскошно одета. Она была в шляпах, в пальто, персики в руках, гранаты. И нам ничего. То есть нас прям юзали. Издевались. Я это понимал. Брат нет. А я понимал. Подожди. Я вырасту. И это было сделано для того, что у мамы тяжелый характер. Ее невозможно прогнуть. И они таким образом ее пытались прогнуть. А это, мне кажется, мне и моей маме показывало, насколько мы крутые. И за что мне было его любить? Как человека, да. Как отца. Спасибо ему огромное. Если бы не он, ну как бы такое вот чудо бродилось на этот свет. Ему спасибо за появление. Но за воспитание он что-то там вякал. Когда мне было там 18 или 19. Он что-то там начал вякать. Но я ему так быстренько сказал. Говорю, а ну-ка, фу, где был, туда иди. Вот. Поэтому что о нем рассказывать? Он веселый, крутой. Его любили все. Он был самым желанным гостем в любой компании. Это человек-праздник. Человек-юмор. Человек-легкость. Музыка, танцы, добро, свет, ухаживание, цветы, шары, шампанское, тосты и хэппи. Ну как бы он полностью принадлежал миру, но не детям. Ну это логично. Такой мужчина, ну как бы я не могу сказать, что он прям, ну он мужчина. Мужчина вообще так устроен. Он как бы, он все время должен в обществе самоутверждаться. Вот он и делал. Он два метра ростом, красивый был. Зачем ему эти два вот эти оболтуса ими заниматься? Ну, знаете, все же по-разному. Кто-то с рук не спускает. Но они, как правило, не очень хороши. В другом. Не будем сейчас. Вы же понимаете, природа. Ну тут как бы, ну эти мужчины, а этот царь и мама говорит, боже, куда не зайдем все женщины прям, ой, Вася, он прям, ой. Это же хотела красивую картинку. Красивая картинка часто бесполезна. Она только картинка. Поэтому она, это ее выбор. Поэтому как она хотела? Красивую картинку, веселую, чтобы она еще и грудью кормила. Ну так не бывает. Ну, ребят, ну это же надо понимать, что если вы искали мужчину, который ходит и виляет хвостом все время, и вы на это клюнули. Ну как бы есть вариантик, что грудью кормить он не будет. И в принципе, может, даже и не будет кормить. Кормить будете вы. Ну как бы вы выбрали себе павлина. Ну и живите с ним. Папа хорошо работал. Он, правда, очень порядочный. Он почетный железнодорожник. У нас вся семья работает. У нас работа, это святое семейное. Правда. За что я очень тоже уважаю свою семью. Все. Дедушка – почетный железнодорожник. Папа – почетный железнодорожник. Прадед – железнодорожник. Бабушка, мама. У всех 50 лет стаж. 55. Все серии звезды железной дороги. Ну то есть, понимаете, и это, и вот это, и работать. Два, через день в ночь, двое дома. Сутки дома. В общем, его не было ночами, днями. Он всегда работал. Мы мало что из этого получали, а алименты выплатил. Вот. Поэтому вот я вам рассказал. Это единственное, что я могу о нем рассказать. Я месяц прогуливал школу. Месяц. Мне было неинтересно. Мне было интересно в лунопарке смотреть на качели, как они крутятся. Я творческий человек. Мне кажется, все, кто плохо учится, я уже сейчас… Это как, знаете, все, кто плохо учится. Все, кого неинтересно в школе, из них обязательно что-то дополучится в какой-то области. Потому что… Ну, мне было неинтересно. После хореографического училища. Шесть лет. По стойке смирно. Здравствуйте. Майра Эдуардовна у меня была, преподаватель. Понимаете, Моцарт. Бах. А мальчику нельзя на улице есть мороженое, потому что это неприлично. Спина должна быть всегда ровная. Очень много нельзя. Балетный танцор – это… Ну, это элитарно. Это красиво. А я… А моя вторая половина – это прям… Вот прям… И, соответственно, эта вторая половина после того, как я бросил хореографическое училище, проснулась. Я попал в обычную школу, где были такие же, как я, нормальные люди, которые тоже не хотят учиться, которые живут как-то так, вот так, и все с одного района. И, ну, я потом подумал, ну, так это неинтересно все, это математика. Я уже… Это был шестой класс или седьмой. И все, я месяц прогуливал. Ну, как можно вот с ребенком… Причем я делал так хитро, что никто не мог даже догадаться. Я очень был… И был, и есть такой очень ушлый в этом деле. Она даже не знала. Я мог поменять номер телефона в документах, чтобы ей звонили, не могли дозвониться. Паспорт, я менял страницу… Ой, в дневнике. Я менял страницы, подменивал. Я был такой аферист. И я был просто… Я мог бы быть, на самом деле, каким-нибудь, на самом деле, очень криминальным авторитетом, наверное. Потому что я делал… Она мне говорит, как ты так мог… Потом, когда все это всплывало, когда уже приходили по адресу и говорили, здравствуйте, что, где ваш сын? А тут такой ангел. Понимаете? Когда же как будто ни в чем не виноват. И я говорю, вы знаете, что его месяц нет в школе? Как месяц? Подожди. И я тут… Ну, как вы хотите? Как можно было со мной по-другому? То есть я вообще не понимаю, как я не сбился с пути. Я всегда был странным. И, естественно, я всегда был чужим. Я всегда был другим. Я всегда был не вхож. И меня общество не принимало. Потому что любой ребенок, кто отличается от всех остальных… А я очень сильно отличался. У меня были разноцветные шнурки. Я отрезал брюки. Бабушка говорила, господи, я только тебе нормальные брюки отдал. А зачем ты это сделал? Потому что я не хотел быть массой. Мне было неинтересно. И я это, видимо, я это четко понимал. И мне за это не стыдно. Я понимал, что я не все. У меня все время были какие-то странные стрижки. Я все время то синькой выкрашу себе. Потом я куколам синькой выкрашивал волосы. Я все время… То есть я был около творчества. И, соответственно, это было всегда. Поэтому мама и сказала, что я тебя отдала на балет. Потому что мне казалось, ну, как ты очень творческий. Еще любишь танцевать. Все время дом музыка играет. Все время стопка пластинок. Но он стопом играет музыка. Все тренды, какая группа вышла. Ты как-то узнавал. Я какие-то журналы просил у кого-то, чтобы знать самую актуальную музыку. Договарился с какими-то людьми, чтобы мне что-то… У кого есть журналы западные, чтобы мне как-то их принесли, чтобы хотя бы посмотреть на это. Потом стилизовал друзей моего брата, когда они шли на дискотеку. Делал им начосы всем. То есть создавал картинку. Мне нельзя было. Мне было еще 12. А их всех наряжал. Из тряпок каких-то. Что-то наматывал, подматывал. И они шли дико крутые на дискотеку. И брали с собой еще человек пять, чтобы их не побили. Потому что они тоже отличались от массы. Мне это всегда дико нравилось. Мне нравилось раздражать. То есть я иду, и я понимаю, что… А мне нравился этот эффект. Типа… А потом я как… И все, и не догоню. Ну, по-разному, конечно, догоняли. Просто в какой-то момент, если ты… Надо признать себе, что ты не все. Ну, то есть надо посмотреть на себя в зеркало и объяснить себе, что нормальные люди ходят вот так. Ты немножко ненормальный. У тебя крашеные волосы. У тебя серьга. У тебя лак, допустим. Я в шестом классе уже проколол. Взял иголку и воткнул ее себе. Взял, мама у меня шила. И в нее было много игол. Я ее протер спиртом и воткнул себе в ухо. Причем взял толстую, чтобы не ждать, пока она разносится. Вот это… Ну, короче, в шестом классе. Я понимал, что я немножко отличаюсь от своих сверстников. Это нужно понимать и принимать. Потому что ты должен себе сказать, ты сейчас раздражаешь всех вокруг. Ты не можешь… Не то, что ты… Я особенный, я должен всем нравиться. Нет, дорогой мой человек. Если ты особенный, ты яркий, ты не можешь всем нравиться. Ты скорее будешь всех раздражать. Поэтому это надо себе принять, готов ты идти по этому пути. А этот путь означает нелестные отзывы в свой адрес, потому что с культурой у нас беда и с толерантностью тем более. Это кривые косые взгляды, это всякое осуждение, это непринятие и так далее. Это очень сложный путь. Ну и ты должен себе объяснить. Да, я такой. Мне это нравилось. Я себе сказал, да, я такой. Я вот так живу. И мне все говорят, бабушка, мама, Владик, ну ты еще не устал, ну посмотри, как на тебя все смотрят. Я говорю, пусть смотрят. В юношеском возрасте все драмы, все романтические отношения – это драма. Потому что мы все время влюбляемся в тех, кто на нас не похож, как и в общем-то, и тех, с кем обычно все плохо заканчивается. Почему-то очень хочется, чтобы все это услышали, что в 95% всегда несостыковка. Тебе нравится девочка, которой нравится другой. Это норма. И мне кажется, это то самое воспитание незрелое, воспитание нас. Ну мне, конечно, все отвечали взаимностью. Ну я был красавчик, хулиган. Ну правда. У меня была самая красивая девочка в классе. Я вообще очень ранний. Я об этом не рассказывал никогда, но я очень ранний. Я вообще ужасный хулиган. Поэтому у меня была самая красивая девочка в классе. Она была самая вульгарная, самая яркая, самая дерзкая. У нее была очень современная семья. Мы собирались у нее дома и устраивали такие вечеринки, что прям даже с шампанским. И мама все это знала. Причем я никогда от мамы не скрывал. Ну как бы, ну чтобы... Мама всегда должна знать ее сын. Это вообще со стороны детей. Это очень правильно говорить родителям, где они. Даже если мама не спрашивает. Это очень крутой контакт, когда ты даешь понять своим родителям, что ты все равно их сын и что ты их уважаешь. Так очень мало кто делает. Вот. Поэтому она знала, где я. Мне мало кто отказывал. Но мне нравилась драма. Я вот прям драма. Я прям родился драмой. Я слушал грустную музыку. Все песни, которые мне нравились Аллы Борисовны Пугачевой, я недавно их переслушал. Мне стало страшно за этого ребенка. Потому что как можно было в 9-8 лет любить эти песни с этим текстом? Что ребенок в 8 лет мог понимать в этой песне беда? Есть такая песня Аллы Борисовны Пугачевой. У нее огромное количество крутых, тяжелых, некоммерческих песен. Что я? Я сидел на веранде, выпил два бокала шампанского и думаю, а теперь у меня будет экскурс. Сейчас мы послушаем все, что тебе нравилось в детстве. Что ты там находил? Мелодии и тексты. И я помню тексты наизусть, я их напевал, и я слушал эту пластинку по несколько раз, эту песню. Я драма. Вообще изначально. То есть я драма и клоун. Опять-таки два таких вот составляющих. Потому что и уходить в драму я не могу, потому что это грустно и скучно. И быть все время клоуном на плечи сядут очень много людей. И поедут. Ты их развлекай. Нет, тоже не мое, не выдержу. Поэтому я их придумывал сам, эти все драмы, чтобы вот, чтобы что-то чувствовать. У меня очень хорошая интуиция. И у меня еще, я визуал. Я все время анализировал поведение людей после приема. После того, как, ммм, тирло-тирло, включали музыку очень громко и танцевали. А я это люблю. Усилить этот эффект, окей. А после... Нет, я не хочу вот такое состояние. Оно как бы скучное, неинтересное. Жизни в этом нет. И я попробовал, конечно же, там по детству растительное. Попробовал. Понял, что меня это не делает счастливым. Меня это очень сильно... Как это? Нет, сейчас объясню. Меня это не разрушает. Меня это как будто бы тяготит. И дальше, переехав в Москву, когда 2000-е, гламур, и все сыпалось со всех сторон, я просто смотрел на всех вокруг, думал... Все это было вокруг меня всегда. Всегда. И в очень больших количествах, и многих посадили. Они уже вышли. Но я сам никогда даже не попробовал. Причина простая. Мне было неинтересно. Эффект, которого они добивались, у меня был встроенный от природы. Не заткнешь. Я говорил. Все время. Все время. И ощущение собственной... Матом бы, конечно, но нельзя. Собственного достоинства. Тот эффект, который получали мои знакомые, вот с этого, я понимал, что он очень сродни. Им нужно что-то, чтобы его получить. А я, в принципе, и так себя неплохо чувствую. Что со мной? У меня снесет крышак, если я попробую. У меня язык оторвет столько. Вы говорите. Вот. То есть это был анализ просто. И мне было неинтересно. Поэтому я никогда в жизни не пробовал. И мне было неинтересно. Алкоголь, да, очень люблю. Потому что у нас семейное. Выпить, танцы и все остальное. Ну, такой... Но если на следующий день работать, то никогда. То у меня четко работа, работа. Работа, отдых у меня очень сильно делится. И я тоже за это себя очень уважаю. Потому что прям соблазн был. Знаете, там завтра... Было по пару срывов. Но в целом я всегда старался делить. Если я отдыхаю, прям вообще. Welcome drink. А если мне работать, то это очень сказывается сильно. Я не могу контролировать себя. Мне хочется праздника. И это другой Владислав, который уже не хочет работать, а хочет... И я не могу. А это мешает работе. Поэтому... Вот и все. В Баку очень уважали друг друга люди. Мне кажется, может, еще поэтому я такой. Кстати, не кажется, а точно. Нас учили. Мы в классе... У меня в классе было армяне, татары, грузины, украинцы, русские, евреи, дагестанцев очень много. В подъезде Мар-2, да, как сказать правильно, боюсь обидеться на меня. Лезгины. И это все в одном классе. У всех своя культура, у всех свой язык, у всех свои родители, у всех свои законы. И вы все в одном классе. И это так круто. Я все время... Почему я всегда говорю, что это единственное, что может спасти мир. Когда люди принимают друг друга. Вот вам результат. Мне нельзя было говорить, что ты там какой-то не такой. Или у тебя какой-то нос, или у тебя какие-то... А что у тебя за язык такой странный? На каком языке ты разговариваешь? Говорить это брезгливо, потому что это прям... А ну-ка, фу! Мне кажется, вот, наверное, ключ вообще всего. Потому что мы должны были уважать... Представляете, у всех свадьбы со своими законами, у всех поминки разные. Кто-то там в один день хоронит, кто-то на третий день. И все друг друга соседи уважали. И все друг друга принимали. Это дико круто. В этом есть такое, знаете, принятие. Мне кажется, это вот, это яркий показатель Бога. Потому что он один. И вот эти все люди, вот мой подъезд. Восемь национальностей в одном подъезде. Восемь квартир. Восемь квартир, восемь национальностей. Мы должны... У каждого своих блюда. Запахи. Ой, эти готовят. Ой, ну все. Я не могу. Боже. Они пекут. Они... Ты все это ощущаешь. У тебя все время... Ты все время... Ты чувствуешь разные ароматы. Тут тебе пелемени бабушка моя уху варила, очень любила. А соседка по хлопу готовила. Понимаете? И плов свадебный, азербайджанский. Кто-то кутабы делал. Кто-то... Ну, то есть у каждой национальности у них свои... Это дико круто. Это то, что делают люди... Почему я говорю, что люди должны путешествовать. Если человек не путешествует, если он не видит другие культуры, если он не видит другие страны, другие обычаи, другие религии, и то, как люди... И не учатся уважать их культуру. Это утопия. Это то, что было в Советском Союзе. Катастрофа. Мы здесь сидим, закрылись и варимся. Мы крутые. А потом ты приезжаешь в Прибалтику, думаешь, вот кто крутые. Потому что на улице бросать нельзя, потому что люди со всеми тихо разговаривают, потому что есть кафе, пахнет кофе, все симпатично одеты, трикотаж не рвется в первый же день. Вот. А мы тут закрыты, и у нас все круто. Нет, ребят. Не получится. Люди должны путешествовать даже в другие страны, которые живут гораздо проще. Потому что ты смотришь, ты сравниваешь, ты оттуда привез с собой песок, отсюда листик, отсюда образно смех, отсюда печаль. И из этого складывается. Мне кажется, я очень благодарен судьбе за то, что я родился не в России, а на Кавказе. Потому что отношение к женщине, к детям, как должен разговаривать мужчина, как он себя ведет, достоинствует это все, пропустить вперед. но как бы ссори, есть такой момент, на Кавказе это присутствует. Любая женщина красавица. Любая. Любая. Вот прям любая. Женщина красавица. И они правда так думают. Потому что там по-другому ощущают привлекательность женщины. Там уже сразу... Понимаете? И это очень круто. И все себя чувствуют просто шамаханскими царицами. Это очень круто. Поэтому... А здесь, конечно, этого не было. Я когда приехал, мне было очень тяжело. Поэтому, я думаю, вот слагаемый вот этот вот микс человека, любого человека. У меня прям есть... У меня три мечты. Они все благие. Вот они все благие. Одна из них, могу сказать честно, я хочу жить... Мне будет... Это сложно, но я хочу жить на две страны. Я очень люблю лето. Не потому, что в России плохо. Я очень люблю Россию сейчас. Та Россия, которая есть сейчас. И та Европа, которой она стала сейчас. Теперь уже я четко могу сказать, что я патриот своей страны. Несмотря ни на что. Несмотря на бедность. Я езжу на... мастер-классы по стране. И мне больно смотреть, что так живут люди. Но я знаю, что там и как бы везде есть свои плюсы и минусы. Я хочу жить на две страны, потому что я люблю лето. И я хочу лето... быть летом здесь и летом быть... зимой, летом быть там. Я очень... Вы знаете, я вам скажу так. Вот все. Это я... для меня самая важная это любовь. Такая, чтобы просто горела и лилось из ушей, из глаз, изо рта и изо всех остальных мест. И я знаю, что это такое. Она у меня есть. Но мне хочется, чтобы, знаете, чтобы ее так вкачали в меня, чтобы я еще... чтобы вокруг все летало. Чтобы чартерный рейс был свой. Знаете, такой тип. Вот. Мне кажется... Но это я знаю, что это возможно в моем случае, потому что я как бы человек очень чувственный и чувствительный. Я знаю, что в моем случае это возможно. Как бы не любовь, а прям любовь. Вот такой. А это очень многие... Это еще не только меня касается. Вот в этом слове еще очень много вокруг. И людей в том числе. Это, наверное, вот самая главная моя цель. Пока, может быть, в любви только я. Сейчас пришло время, чтобы любовь была вокруг меня и так вот круг расширялся. Ага! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok